Друзья, всем привет! Сегодня у меня в обзоре Fuji ADI 1.9. Это самый дешевый из линейки Fuji. Это 27 колеса, 27.5, чтобы быть точным. И это женский велосипед. Как вы просили, я вынес его на улицу и поснимал при солнечном свету, чтобы видно было реальный его цвет. Показал, наверное, более чем детально то, как он выглядит. На самом деле, да, все велосипеды на улице выглядят в 100 раз круче, чем в помещении. В помещении они все как будто одни и те же. Выносишь его на улицу и окраска просто пушка. И начнем же. Что же в нем есть интересного? Как по мне, у них очень интересные рамы. У них вот есть всякие такие вот окошки, то есть можно поставить дроппер. Здесь стоит уже толстый штырь, 30.9, если я не ошибаюсь. И есть окно. То есть можно завести вот сюда вот дроппер, здесь вот вывести. И с внутренней проводки прям дроппост можно поставить. Это очень странно, поскольку рама там с наружной проводкой. И это как бы самый начальный уровень велосипеда. Но дроппер можно поставить. Я надеюсь, что это будет будущее велосипедов. Дроппост и чтобы уже были бескамерные колеса. Второй момент, что мне нравится на Fuji велосипедах. Без разницы, это женский, мужской. То, что здесь есть уже крепление под нижний бардачок. Так использовали туринги, потом грейвелы. А вот сейчас тут уже обычные горные велосипеды. Это есть классно. Я вот это вот очень люблю. Я даже хотел на своем велосипеде когда-то сам сделать вот такое крепление. Я делал здесь крепление, если вы помните по моим видосам. Я ссылочку оставлю, то как я делал крепление на своем туринге и на грейвеле. Вот здесь вот крепление. То я хотел тоже так сделать, но как-то не сделал. А вот Fuji сделали. Крепление есть на этой раме под багажник, под крылья. То есть вот отверстия снизу, сверху, болтики есть. Под крыло и сверху, и снизу есть отверстия. То есть такая вот интересная рама. Вроде бы как все просто, но все у вас есть. Вилка здесь установлена с Antur XCE28. Antur XCE28, то есть 28-е ноги. Алюминиевые штаны. Никаких регулировок толком нет. Регулировка только вот мягче, жестче. Ну, это пружинная эластомерная вилка. Но с двух сторон уже у вас есть регулировки. Не конусная вилка. Обычная, простая, с ровным железным штоком. Колеса на этом велосипеде установлены 27,5. Покрышки VTB Ranger 27,5 на 2,25. И обода тоже у нас встают VTB. То есть очень даже неплохо поставить VTB на самый бюджетный велосипед. Как бы VTB фирма очень хорошо себя зарекомендовала на многих брендах. Втулка здесь на насыпных подшипниках. И передняя, задняя также. Сзади установлен у нас 7-рик. С Mega Range звездой. Это трещотка, то есть это не кассета. Здесь 7-рик. Чем она отличается сама трещотка от кассеты? Сейчас, кстати, бывают и на 8 скоростей трещотки. Вы просто как бы накручиваете это все на втулку. Там есть резьба, и вы это все накручиваете. То есть это кассета отдельно. А кассета отличается тем, что там полноценный барабан. И вы уже насаживаете эти звездочки. То есть такая конструкция считается не такой надежной, как кассета. Но если у вас небольшой вес, там до 70 кг, то этого тоже хватает. Если у вас большой вес, то ни в коем случае нельзя покупать с трещоткой втулки. Потому что посредине вал у них ломается. У них нагрузка идет на средину. Когда у кассетной втулки по бокам. То есть по бокам там кассетной втулке сложно поломать этот вал. Я не видел, чтобы их ломали. А вот на трещотке он ломается. Человек весит там больше 90 кг. И прыгает там где-то там, раздает жести. Также переклюк здесь самого простого уровня. Потому что велосипед начального уровня. Установлен турней. Шимано. Но турней, то есть самый простой. Будет работать, но это самое простое оборудование. Нужно это понимать. Забыл почти сказать. На раме съемный петух. Крюк, петух, то как его называют. Он съемный. Сзади втулка установлена тоже на насыпных подшипниках. Тормоза. Тормоза на этом велосипеде установлены дисковые механические. Тектра. Как для начинающего чувака, девушки. Хватит с головой. Оно вас будет останавливать. Где-то по набережным. Научиться хорошо кататься на велосипеде. И понимать вообще, какого формата вам нужен велосипед. То есть для начинающего этот вел вполне с головой. Сиденья они установили здесь довольно такое широкое, мягкое. То есть как для начинающего веложителя, велолюбителя пойдет. Как раз все начинающие любят помягче, пошире. Вот они вам постарались это сделать. Шатуны установлены здесь под квадрат. Но установлены промподшипниковые подшипники. Промподшипниковые подшипники. В общем, каретка на промах. Это есть хорошо. То есть она не на сыпных подшипниках. Ее не нужно будет обслуживать. Там у вас в промподшипнике это все надежно и крепко. Все будет окей. Также, как начинающему велолюбителю, они уже установили педали. Потому что велосипеды уже где-то от 800 долларов. Там педали зачастую не идут. Здесь они вас поставили. Даже очень неплохие велга. Они у вас будут. И не нужно будет париться. Выехали с магазина и поехали уже кататься. И на раме есть у нас крепление под штатную подножку. Два таких отверстия. Можно будет поставить, чтобы не портить себе краску на раме. Ни здесь, ни здесь. То есть найдите себе штатную подножку. Установите. И радуйтесь жизни. И, кстати, система у вас будет установлена 3х7. Что для начинающего велолюбителя вполне ок. 21 скорость вам с головой. Вы покатаетесь. И потом, возможно, вы поймете, что вам нужно 2х10 или 1х12. Я катаюсь 1х11 и мне хорошо. То есть такой диапазон будет классный. Вы будете хорошо ехать и под гору куда-то хорошо. И по прямой будет классно отопить. Несмотря на то, что сзади установлен Симирик. В Симирике есть тоже такой небольшой плюс для начинающего. Потому что все начинающие думают, что ее осипед должен стоить не больше 200 долларов. И то 200 иногда. Это для них дорого. То есть Симирик будет очень дешево обслуживать. Такая вот кассета такая будет стоить, наверное, доллара 4. Цепь будет стоить так же. И если обслуживать, это будет очень дешево. Так же, как и тормоза. Тросики поменять, это будет стоить там 1 доллар. Руль, грипсы. Руль 31.8. Выноса разной длины. Смотря какая ростовка рамы. Здесь у меня ростовка XS. 13-ая. И грипсы здесь самые простые. Если вы будете кататься в перчатках, будет все даже очень даже неплохо. Если без перчаток, они довольно жестковаты. Мне нормально. У меня руки набиты. Но если вы начинающий велосипедист, покупайте перчатки. С перчатками будет все окей. На грипсах нету замков. Но то, как они здесь сидят, сидят они здесь как-то намертво прям. Несмотря на то, что здесь нету замков. Друзья, из Fuji это 120-летняя история. Даже 121 год. Их разрабатывают в Америке. Изначально это была японская фирма. Я не помню, в каком году она стала американская. Но она уже американская. Изначально это была японская фирма. Многие до сих пор думают, что это Япония. Потому что это Fuji. И они даже пишут на рамах. Разработано в Америке. И делают их по-любому. В Китае, в Тайване. Это именно велосипед этот. Эту раму делают в Китае. Более топовые рамы могут делать в Тайване. И это очень даже неплохо. Напомню, что iPhone тоже разрабатывают в Калифорнии. Если я не ошибаюсь. Производят на заводе Samsung вроде в Китае. Как-то так. Тоже такой плюсик. В конторе Fuji. Они их разрабатывают. И разрабатывают в Штатах. Понятное дело, если бы они их еще и производили там. Но цена была бы, наверное, уже намного другая. И, друзья, то, что всех начинающих, вообще всех велосипедистов волнует в первую очередь. Это вес. Вес этого велосипеда с педалями в XS 14,4. Смотря по такой комплектации. Очень даже неплохой вес. Средний вес, я бы сказал бы. Все велосипеды горные. Вы приготовьтесь к тому, что они будут весить от 14 до 14. До 15 килограмм. Если вы хотите, чтобы он весил килограмм 12, то нужно уже готовить больше 1000 долларов. А если вы хотите, чтобы он весил килограмм 10, то вам нужно покупать алюминиевый гравийник с карбоновой вилкой. Если хотите, чтобы он меньше 10 весил, то это карбоновый гравийник. Шоссер, наверное, нет. Гравийник больше будет подходить большинству людей. Потому что можно на нем кататься, как на МТБшном велосипеде. По лесу и по асфальту. На шоссейнике не так удобно кататься по лесу. Друзья, и цена такого велосипеда на данный момент 480 долларов. И помню, что с промокодом Alex у вас будет 7% скидки на этот велосипед и на весь товар в интернет-магазине ЯБайкер. Так что применяем на сайте и у вас будет 7% скидка. Почему бы и нет? Если вам понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал, если вы еще не подписались. И до скорых встреч, друзья!